Вика Теплякова вышла из своего дома в Новоалександровске днем 6 июля. Известно, что она дошла до Лугового. Очевидцы утверждают, что видели ее в компании мужчины, который дал ей деньги. Девочка купила маску в магазине. Больше ее никто не видел. К слову, личность мужчины установлена. Правоохранительные органы опросили его. Ничего подозрительного. Гражданин заметил, как девочка в одиночку шла по обочине дороги, поэтому решил помочь ей. В то время заявления об ее пропаже еще написано не было. Эти кадры одни из последних, где можно увидеть Вику. Добровольцы, ищущие девочку, на протяжении четырех дней организовали штаб в планировочном районе Луговое, Новоалександровск, село Сокол и даже Долинск. Волонтеры изучили уже вдоль и поперек. Осматривают местность пешком и на машинах. Огромное количество людей, привлеченных, волонтеров с других организаций. Позавчера было зарегистрировано 400 человек, вчера было зарегистрировано 320 человек. Сегодня, мы думаем, будет не меньше. Даже несмотря на дождь, который вчера временами стоял стеной, люди прибывают и хотят чем-то помочь. Спасибо всем огромное. Известно, что восьмилетняя Вика ранее не пропадала. Ее семья переехала в этом году из села Быков в Новоалександровск. Была информация, что девочка могла уехать в Долинск. В Долинске все мероприятия тоже проводятся. Сотрудники ориентированы, общественность. Поэтому там, если бы она там появилась, то ее кто-нибудь увидел, то уже бы позвонили и сообщили. Проводятся обширные мероприятия по ее поиску. Также сейчас задействованы, помимо сил ОВД, силы МЧС нашего Сахалинского. Кроме того, в воздух подняли дроны и вертолет. Сюжет о том, как девочку ищут сотрудники полиции и военные, смотрите в нашем вечернем выпуске 10 июля.